Оксана Пушкина в конце каждого месяца проводит личные приемы. Желающих попасть на встречу к депутату Государственной Думы много. Вопросы у жителей разные. Так Сергей Лохманенко попросил помощи в проведении мероприятий, которые планирует его организация в 2017 году. У нас есть некая организация, которую надо оживить и приносить максимальную пользу этим людям, чтобы они чувствовали себя хорошо. Это главная задача. Инициативная группа жителей из Горок-Вторых на личный прием приходит уже не первый раз. Именно поэтому Пушкины хорошо известна их проблема. Работа по ее решению уже началась. В конце января Оксана Викторовна написала письмо в Генеральную прокуратуру. Вот после этого письма ждем ответ, да, Наташ? Мы ждем ответ. Если мы вместе, то давайте мы до какого-то разумного дойдем хотя бы, до решения этого вопроса. Дольщики 8-го микрорайона тоже не первый раз встречаются с Оксаной Пушкиной. На этот раз они обратились с просьбой взять на личный контроль строительства корпусов 2, 4 и 27А. Застройщик не успевает по срокам, но при этом график не сдвигает. Пайщики попросили Пушкину вместе с ними побывать на встрече с застройщиком. Мы сделаем проверку, то есть инициируем проверку. Что они там обещали вам? Мы что мы просим вас, чтобы на контроль-то взять? Поняла. У Ольги Осьмак в жизни сложилась непростая ситуация. После 17 лет брака она развелась с мужем. По решению суда двое детей остались с отцом. Сейчас женщина не имеет возможности с ними общаться. Бывший супруг оборвал все контакты. Оксана Пушкина пообещала Ольге помочь. Тут нужно двумя путями идти. Первое. Сейчас остановимся с детьми. Надо заняться человеком. Он нарушил массу законов. Разных. И нужно его привлечь к ответственности. Совместно с Оксаной Пушкиной в рамках региональной недели в Госдуме участие в приеме жителей принял депутат областного парламента Дмитрий Голубков. Были обсуждены вопросы капитального ремонта, газификации территории и некоторые другие, которые волнуют жителей нашего района. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».